Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Умзость взгляда на истину есть матерь сектанства и любой ереси. Монахи уперлись в отшельничество и в молчание. На этом монашество и издохло, растворилось в песках зыбучих. Благовестие им было чуждо и противоположно их устройству и тоталитарнейшему режиму безусловного лжепослушания грешному авторитету грешных человеков. На этой немоте дьявол и умертвил не приносящих плод в проповеди о любезнейшем и возлюбленном сыне Иегове. Субботники-адвентисты уперлись в соблюдение субботы и проглядели воскресение Христова. Оно для них не радость даже в Пасху Христову. Признавать Христа и не праздновать его победу над смертью, над дьяволом. Есфирь удачно разыграла партию Аман-Мардахей и ввела указом Артаксеркса трагическую дату в радость празднования Пурима для евреев по сей день. День Победы. День же Победы Иисуса, Сына Царя Небесного, для ревнителей субботы, а суббота будет признаком воцарения Антихриста, садилась ямой для миллионов еретиков-адвентистов, иеговистов и прочих субботствующих. Ревнители литургии заголосили о невозможности жить без единой чаши. Им бы только причащаться из единой чаши, им бы только спасаться возле единой чаши. Но за этой чашей проглядели смерть. Ну, добились единения. Лютыми неправдами провели процесс объединения до логического завершения общей литургии. И что же дальше? Что теперь просматривается за чашей? Вышли из храма, а чаша осталась в алтаре, и что изменилось? Все тот же языческий мрак бездуховности пастырей и прихожан, всеобщая теплохладность, невозрожденность, беспечность, искажение таинств, глубочайшее непонимание христианства, молчание, замкнутость. Чашу же с собой не потащишь, да она непонятна чуждому миру. Им нужна благая весть о жертве Христа, а этого-то как раз и не было, и нет, и не предвидится. Дьявол даст то, что ищешь, но он в том добивается подчинения себе. Хочешь быть замужем, он и подсунет тебе в паломническую группу такого же блудника, как и ты, и слепит на погибель. Хочешь быть богатым, он тебя сведет с крутыми фельдбустерами. Лозунгами свободы прельстили Россию и фельдбустерами. Заново. Хочешь быть богатым, он тебя сведет с крутыми фельдбустерами. Не знает слова. Еще раз. Судачок такой. Хочешь быть богатым, он тебя сведет с крутыми фельдбустерами. Лозунгами свободы прельстили Россию и вогнали в невиданное рабство духа и тела. И дошло до того, что кровавый гулаг стали называть цитаделью свободы, что нигде так вольно не дышит человек, хотя ему перекрыли дыхание намертво на 72 года. Римлянам 1, 28. И как они не заботились иметь бога в разуме, то бредал их бог превратному уму делать непотребство. Притча 14, 14. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих и добрый от своих. Иезекииля 23, 20. И пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть, плоть ослиная и похоть, как у жеребцов. Вот так. В сумерки в церковь вхожу, малолюдно, светят лампады печально и скудно, темны просторного храма углы, длинные окна, то полные мглы, то озаренные беглым мерцанием, тихо колеблются с робким брецанием. В куполе темень такая висит, что поглядеть туда дрожь пробежит. С каменных плит и со стен полутемных сыростью веет на петлях огромных, словно заплакана тяжкая дверь. Нет богомольцев, не служба теперь. Свадьба. Венчаются люди простые, вот у налоя стоят молодые, парень ремесленник фертом глядит, красен с лица и с затылка подбит. Видно, разгульного сорта детина, рядом невеста, такая кручина, в бледном лице, что глядеть тяжело. Бедная женщина, что вас свело? Вижу я, стан твой немного полнее, чем бы я понял, стыдливо краснее и нагибаясь свой длинный платок, ты на него потянула, увлек. Видно, гуляка подарком да лаской, песней, гитарой, да честной умазкой. Ты ему сердце свое отдала, сколько ночей ты полутом не спала, сколько ты плакала, он не оставил, воли ли, нет ли, но дело поправил, Бог не без милости, ты спасена. Что же ты так безнадежно грустна, ждет тебя много попреков жестоких, дней трудовых, вечеров одиноких, будешь ребенка больного качать, буйного мужа домой поджидать. плакать, работать, додумать уныло, что тебе жизнь молодая сулила, чем подарила, что даст впереди, бедная, лучше вперед не гляди. 1855 год, Некрасов. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга открытым оком, тема объединения, том 21, вопрос 3448. Что даст России объединение патриархии с зарубежной церковью? По телевизору показывали, как все было красочно и торжественно в храме Христа Спасителя, и президент России Путин там был, крестился рукой хорошо. Отвечает Игнатий Тихонович лапки. Помпезности хватало и в царской России. Да чем все кончилось? Называют 17 мая 2007 год день подписания акта о каноническом общении между Московской Патриархией и Русской Православной Церковью за границей исторической датой чуть ли не эпохальной. В этом деле нет ничего сакрального, божественного и может быть нет ничего обнадеживающего к лучшему. Не изменится ровным счетом ничего и нигде, не считая того, что новые и новые общины будут появляться в разных юрисдикциях, кому не по пути с Патриархией. Этот процесс будет в более жестких формах, потому что Патриархия просто так не будет сидеть. Она начнет вмешиваться в зарубежные приходы епархии, смещая неугодных через своих. Патриархия по-другому и не может, будучи образована Сталином Берией в 1943 году, дети своих родителей. Смуты будет больше и это тоже поможет отсеяться зерну и отдует Мекину. Я смотрел по телевизору, как совершает крестное знамение митрополита Лавр. Так, что что-то на уровне живота, некое махание, отмахивание. Путин и то лучше совершал крестное знамение, хотя на лице чисто кгбовская непроницаемая мертвая маска чекиста. Проповеди о Христе призыва к благовестию не было и не может быть. Благовестием не занимались и не будут утруждаться, потому что окоснели уже более полутора тысяч лет тому назад своих неевангельского устроения монастырях. Совершили этот акт в день празднования вознесения на небеса Господа нашего Иисуса Христа. Тут бы только и сказать истинно духовную проповедь, но ничего кроме внешнего не было. Носили одежду и святыни, переносили, одевали, раздевали, как это все напоминает действия в восточных пагодах. Особенно, когда один патриарх остался, сидящий на возвышении, уже обряженный, как главный Далай-Лама со своими мантрами. От монгольского Далай-Мор мудрости и лама титул первосвященника Ламитская церковь в Тибете. Церковь в кавычках. Не звука о Христе и о Библии. Следовало бы сказать в этот день, что Христос обещал не оставить покинутыми своих учеников. Евангелие Таана 14, 16, 18. И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Вот тогда-то и был образован самим Христом самый массовый монастырь, вся церковь состояла из этого десятидневного монастыря. Деяния 1 глава 4, 5, 8, 9 стихи. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Сказав, Сием поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Это и были последние слова, последний наказ Искупителя, желающего всех спасти. Евангелие от Марка, 16, глава, 15, 19, 20 стихи. И сказал им, идите по всему миру, и проповедуйте Евангелие всей твари. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде. Об этом-то не было сказано ни полслова, и этим наказом Христа не занимались ни в Московской Патриархии, ни в Русской Православной Церкви за границей никогда. Через десять дней обещанный Дух Святой сошел, и их общий монастырь был закрыт навсегда. Апостолы пошли во все концы вселенной. Вот к этому и не призывали в православии вообще никогда. Потому вымирали и оставалась одна кожура, одно красивое богослужебное обряда верия. Проповеди о Христе нет, значит нет спасения, нет рождения свыше, а царствует смерть. Понял, сейчас прочитаю. Проповеди о Христе нет, значит нет сеяния, нет рождения свыше, а царствует смерть. Римлянам 10.17 Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия. Лука 9.6 Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Деяние 8.4 Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Кого избрать в российского царя? Помогут ли варяги спастись опеченегов? И воцарят Саула, но выйдет только зря, и тройка опрокинется с телегой. Никто не думал, даже не гадал, что рядом с ними в этом вот мальчонке Бог усмотрел царя, а не жидов кагал. В глазах родных Давид прослыл никчемным, но Бог, но иегова зрит на сердце, в глубины зрит и прозирает вдаль, врагам не устоять, задаст им перцу, все для своих, а недругов не жаль. Но столько вытерпеть гонений из Китании, пришлось в бегах скрываться псалмопевцу, со всех сторон наплыло по Китаю, не доживешь до половины пенсии. Его переживания по псалмам без бренщины, тоскою беспредельной, он богохульником шутя хребты ломал, не утешался даже и в постели. Искал он близости потерянного бога, ему он жаловался истово и стошно, писал и пел слезой особым слоган и сравнивал себя с плохой вошкой. Не человек, а червь, и вдруг в царе царь предыдущий разминулся с правдой. В истории Давида не в самой в истории Давида в самый корень зри он учит нас как истовый прапрадед. Не знаю, есть ли кандидат в цари готовый выжить все, что не по слову. Быть может отрок умный как старик, как Соломон о случае не уловит. С молитвой теплой до царя царей себя проверим с Библией сверяясь и Бог пошлет дубину на зверей, да не окажемся с побитыми зверями. 10 мая 2007 год Игнатий Лапкин Вот это понятно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Книга «Открытым оком» тема объединения том 21 вопрос 3449 «Как по вашему мнению чья позиция самая верная из тех кто не пошел на унию с патриархией?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин про самую не имею откровения но ближе всего мне позиция омского архиепископа Тихона по крайней мере на сегодняшний день русская истинно православная церковь архиерейский синод индекс 544 047 Россия город Омск 47 улица 3 ремесленная дом 34 телефон 8 10 7 38 12 24 34 82 имейл синод ИПЦ собака катакомб точка орг точка юэй кафедральный храм святых царственных мучеников резиденция архиепископа омского и сибирского Тихона РПЦ З МП совершенно новая структура не имеющая ничего общего с исторической русской зарубежной церковью и ее славным духовным наследием хотя в ее состав и вольются некоторые представители прежней РПЦЗ В зарубежье есть здоровые церковные силы в лице заслуженного духовенства и многочисленные паствы сохраняющие верность традиционному исповедническому курсу РПЦ Синод русской истинно православной церкви двоеточие цитата наше видение предполагаемого пути к восстановлению церковного управления за границей таково мы не создаем своих структур в зарубежье наша общая с зарубежным духовенством цель сохранить каноническую русскую православную церковь за границей помочь зарубежной церкви сестре в трудный период ее жизни поэтому все утвержденные соборами РПЦЗ епархии необходимо сохранить еще цитата после восстановления архиерейского синода РПЦЗ русская церковь будет представлять две равночестные части русская истинная православная церковь и русская православная церковь за границей при разных церковных администрациях в евхаристическом общении и духовном единстве как это было при священномученике митрополите Петре Крутицком и как этого желал и благословил последний законный первый иерарх русской зарубежной церкви высокопреосвященнейший митрополит Виталий архиереи русской истинно православной церкви призывают духовенство и паству РПЦЗ не покидать зарубежную церковь в поисках канонического пристанища в различных греческих юрисдикциях но ради сохранения канонического строя и традиции по местной русской церкви имеющей свою автокефалию уже несколько столетий продолжить подвиг русскости начатый их отцами подвиг который все эти годы несла русская православная церковь за границей в чужом и часто враждебном ко всему русскому и православному окружении архиереи русской истинной православной церкви призывают духовенство и паству РПЦЗ в том числе и тех из них кто имеет ненационально русское происхождение не покидать свою мать русскую свою мать православную русскую церковь давшую им святое крещение и взрастившую для духовной жизни еще в начале этого века российская церковь вышла на лидирующие позиции в православном мире создав мощные миссии в ключевых его точках в святой земле на святой горе Афон в Константинополе освободив от турецкого ига и тем прочно связав с собою церкви славянских народов Балкан превратившись в единственный источник финансирования церковного строительства на всем христианском востоке лишь державная воля великого вождя Иосифа Сталина решившего в самый разгар войны в 1943 году построить именно на этом фундаменте свою церковь нового типа советско-патриотическую но и в то же время консервативно-ортодоксальную превратила московскую патриархию в важнейший центр влияния в послевоенном православном мире напуганные многочисленными акциями по захвату имущества РПЦЗ за рубежом и собственной паствой большинство которые стали составлять вновь приехавшие из России сторонники московской патриархии зарубежные иерархи пошли на сознательную капитуляцию чтобы не потерять ее но на месте некогда авторитетного и всемирно известного церковного центра осталась масса осколков еще способных в случае консолидации сбросить консолидации бросить новый вызов официальной московской патриархии эти осколки отделились от РПЦЗ Л на разных этапах ее заигрывания с московской патриархией на самом раннем этапе в 1995 году образовалась российская православная автономная церковь РПАЦ с центром в Суздале объединяющая ныне около двухсот общин чуть позже возникли различные неокатакомбные ветви получившие иерархию от украинской автокефальной церкви в 2001 и 2002 годах образовались синоды русской зарубежной церкви под руководством отправленного москвофилами в отставку первоиерарха ревнителя митрополита Виталия РПЦЗВ и русской истинно православной церкви РПЦ под руководством архиепископа Лазаря Жуурбенко того самого катакомбного епископа которого РПЦЗ умудрилось тайно рукоположить для России в 1981 году наконец с летом прошлого года вокруг заместителя умирающего митрополита Виталия архиепископа Антония Орлова образовался новый сенот перенесший центр РПЦЗ в России и принявший название Российская Православная Церковь РОСПЦ уже после 17 мая влиятельный епископ РПЦЗ Л. Агафангел живущий в Одессе объявил что он не принимает акт о каноническом общении и остается на той самостоятельной платформе которую заманила его церковь до 17 мая которую занимала его церковь до 17 мая Итак мы имеем около десятка осколков РПЦЗ общая численность приходов которых уже превышает число приходов РПЦЗ Л подчинившиеся в Москве а в ближайшее время ожидается их значительный рост поскольку из разных частей русского зарубежья уже приходят вести о категорическом отказе приходов РПЦЗЛ поминать красного патриарха Алексия Второго Исаии 56 8 К собранным у него я буду еще собирать других Иоанна 11 52 Чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино Без церкви нет спасения Аминь Кто верующий разве будет спорить С иными доводами нехристь просто сгинь Сектанством в этом расхождение корень Христос есть муж Жена святая церковь Она же и невеста в подвенечном С писанием о том проводим сверху Сектантом ноль при этом обеспечен Христос на камне церковь основал Не на Петре а на исповедании Она неодолимо Хотя бы ад восстал Не преодолеть ее Ей сил на то достанет Вне церкви В море быть вне корабля Без таинств животворных Без лекарства Нет лоцмана Штурвала Нет руля Пираты Будут за главенство драться Христос апостолов избрал Благословил Они епископов поставили законно Через рукоположение талантов дал И сил Апостол Павел нам о том напомнил Где церковь тела А Христос голова Там ересям и сектам входа в церковь нет На церковь дьявол учит их плевать Но и возмездие же будет им в огне домостроительство программа до конца А спаривать писание какой же будет прок Зачем с чужого голоса плясать Безумец лишь против рожна попрет Но в церковь столько ила нанесло Под ним скелеты вещи атрибуты А благовестие за грех ушло на слом Больные ноги вовсе не обуты Рождает церковь Рядом змей стоит Дракон и головы Безбожества и секты В пустыне верных Не достанет чип И не уловит дьявол Интерсетью 23 мая 2007 год Игнатий Лапкин На сегодня все Благодарю за внимание и за помощь Спаси вас Христос Отошел с Богом Христос Христос Отошел Христос Христос Ахристос